Добрый день. Меня слышно? Да. Меня зовут Юдинцева Ираида. Я являюсь исполнительным директором интернет-маркетингового агентства WebGalactic. И сегодня мы проводим онлайн-семинар из серии «Вебинар с мировым гуру», который называется «Оптимизация целевых страниц для повышения конверсии». Спасибо нашим информационным партнерам за поддержку мероприятия, а также нашим слушателям, которые поделились информацией о мероприятии в социальных сетях. Основные информационные партнеры мероприятия – интернет-издание SEO.pro, блока B2B-маркетинга B2Blogger.com, рейтинг Рунета CMS Magazine, регистратор доменов Rec.ru, персональный SEO-блог Divaca, портал TopExpert.RF, разработчик CMS – YumiCMS, блог Демка, CMS-лист, проект WebMasters.ru, портал оборот.ru, сервис руки, разработчик CMS – ImageCMS, РАЭК и РАЦИТ. Генеральный инфопартнер сегодняшнего мероприятия – учебный центр «Эдукор», который проводит обучающие курсы по интернет-маркетингу, а также семинары по SEO, контекстной рекламе и веб-аналитике. Обращаю ваше внимание, что с 20 по 28 сентября в Санкт-Петербурге пройдет точный курс интернет-маркетинга, который также доступен в дистанционном формате. Регистрация на сайте seostady.ru. Также просим обратить внимание на новую, довольно уникальную для Рунета услугу – персонализация веб-сайтов. Персонализация веб-сайтов, которую WebGalactic предлагает своим партнерам. Подробнее смотрите в разделе «Повышение конверсий» на сайте WebGalactic. Как и все прошлые семинары, сегодняшний семинар будет проходить следующим образом. Выступает докладчик, затем вы задаете ему вопросы. Вопросы можно задавать текстовыми сообщениями. Мы будем их зачитывать, и Тим будет на них отвечать. И сейчас я передам слово Марине Деминой. Она вам более подробно расскажет о сегодняшней программе и регламенте выступлений. Марина. Добрый вечер всем нашим слушателям. Меня зовут Марина. Я представляю интернет-издание SEO News. Как уже сказала Ираида, сегодняшний семинар называется «Оптимизация целевых страниц для повышения конверсий». Докладчиком является один из гуру интернет-маркетинга Тим Эш, автор бестселлера «Повышение эффективности интернет-рекламы. Оптимизация целевых страниц для улучшения конверсии». Тим Эш выступает на многих конференциях и мероприятиях. Тим говорит на русском языке, поэтому услуги переводчика в сегодняшнем случае не потребуются. На доклад отведено около 40-45 минут. Далее ответы на ваши вопросы. Думаю, Тим гораздо лучше расскажет о себе самостоятельно, поэтому я передаю слово Тиму. Тим, привет! Спасибо, Марин. Добрый вечер. Я заранее извиняюсь за качество своего русского языка. Я давно эмигрировал в Америку, лет 40 назад, и только три раза возвращался в Россию, так что словарный запас у меня, конечно, с каждым днем уменьшается. Ну, надеюсь, что вы меня будете понимать. Моё выступление по-английски, то есть самые PowerPoint слайды. Постараюсь говорить по-русски и в конце отвечу на ваши вопросы. Ну, окей, ну давайте начнем. Сегодня я буду говорить в основном, как, как можно сказать, можно, чтобы люди вам доверяли. Без этого конверсия не получится, потому что если вы кому-то не доверяете, вы с ними не будете вести никакие переговоры, ничего у них покупать онлайн и так далее. Так что я хочу поговорить про это. Но до этого я хочу вам рассказать про нашу компанию. Мы давно этим занимаемся, лет 10. работаем с большими компаниями, с маленькими по всему миру. И помогаем компаниям улучшить эффективность их веб-сайтов. И это мы делаем за счет, как сказать, best practices. То есть мы знаем, мы столько уже видели всяких ошибок, что мы можем просто увидеть ваш веб-сайт и как бы потянить его сразу. Или, во всяком случае, сделать диагноз и улучшить его. И мы тоже помогаем компаниям с landing page testing. То есть мы можем придумать идеи, которые помогут вам, которые вы можете потом испытать за счет AB split testing и улучшить ваш веб-сайт. И у нас, опять повторяю, клиенты по всему миру, и большие, и маленькие. Ну вот сегодня я хочу говорить про, как говорится, по-английски trust. То есть как можно эффективно людям доверять вам. И, к сожалению, это очень трудная задача, особенно когда мы говорим про онлайн, потому что это моментально случается. То есть в 20-ю долю секунды человек уже решил, если ваш веб-сайт им подходит, или если они вам доверяют. И это автоматический процесс, то есть мы его никак не контролируем. Может, потом мы придумаем причины, почему мы там с одного веб-сайта купили или не купили. Но это все мы как бы сознательно думаем. А как бы наш примитивный мозг уже это принял решение моментально. И, к сожалению, у нас еще такой недостаток. То есть мы не знаем человека, который приходит на наш веб-сайт. И они нас не знают. Так что мы это должны сделать даже не видя их. И мы их не понимаем, мы ничего про них не знаем. Когда люди приезжают к нам, приходят на наш веб-сайт, они anonymous, мы про них ничего не знаем. Ну, то есть мы знаем, какой у них браузер, какой у них компьютер, IP address, где они находятся. Ну, а в общем-то мы ничего про их психологию, например, не знаем. Не знаем, если они там съели завтрак или поссорились с женой. Ничего важного мы не знаем. И также они не знают про нас. Ну, это как раз можно на это повлиять. И про это я буду говорить. То есть как можно представить нас им, чтобы они хоть нас понимали получше. И за счет этого опять с нами как-нибудь ввели какие-нибудь отношения, покупали у нас, заполняли формы и так далее. Ну, вот, и основу в этом, это я называю, как бы, четыре подпоры вот этого, построить вот эту доверенность онлайн. Окей? И первое из них, это как вы выглядите. То есть я не имею в виду лично вы. Ну, вот, например, мы знаем, что если человек одет в пиджаке и пошел там напротив движения в улицу на красный свет, за ним пойдут люди. Даже не подумают. Но если он одет в другую одежду, там, они за ним не пойдут. То есть на нас очень влияет, как люди выглядят, как они себя представляют. И также на веб-сайте. То есть, вот, если я вот вас спрошу, я понимаю, все примеры будут по-английски, но вот этот веб-сайт продает пианино. Представляете? Вот пианино. Это невероятно. То есть веб-сайт ужасный. Это очень низкого качества. И просто вот посмотреть на него в долю секунды, мы сразу знаем, что это как бы не настоящая компания. Оказывается, это совсем не так. Это одна из самых таких больших компаний в Америке, которая продает пианино. И они уже этим занимаются 25 лет. И они, у них очень хорошая репутация. Но, к сожалению, когда выходишь на их веб-сайт, это все как бы теряется. То есть, мы читаем информацию, но она противоречит нашим глазам. Глаза нам говорят, что это, вы меня извините, говно. И никогда бы я не купил у них пианино. И также вот я живу в городе Сен-Диего, это в южной части Америки, около Мексико. И там очень много всяких яхт и кораблей и так далее. Ну вот эта компания, представляете, продает яхты. Ну вот, пожалуйста, что тут такого интересного или высокого качества? Ну там картинка Сен-Диего-залива и там яхты на бухте. И потом американский флаг. Ну все это довольно примитивно. И я бы за миллионы долларов никогда бы у них яхты не купил. Ну вот, так что надо. И это не только вот, когда продаешь дорогие вещи. Вот тут, например, всякие гири и так далее. Вот представляете, вот на этом веб-сайт купить гири. Это просто ужас. Мне просто хочется убежать и побыстрее. И вот этот очень примитивный веб-сайт тоже. И я бы даже гири у них не купил, хотя они не очень дорогие. Так что, в общем, как бы, что тут важно, это качество веб-сайтов улучшается каждый день. То есть, что годилось 10 лет назад, сейчас не годится. И что годилось даже год назад, надо тоже передумать и переделать, и улучшить качество. Так что, если ваш веб-сайт выглядит ужасно, тогда вас никто не будет покупать и ничего не будет делать с вами. Так что, важно иметь профессиональный веб-сайт. И это еще тоже подход к дизайну веб-сайта, но надо, чтобы было все чисто и не бардак. То есть, если на веб-сайте у вас нет места, как бы, мне передохнуть и подышать, если все забито информацией, это тоже плохо. Так что, ваша задача, главное, это организовать информацию и дать мне несколько простых, выбор простых вещей, поведений, которые я могу делать на вашей веб-сайте. Вот вторая колонна – это transactional assurances. Как это перевести? Это значит, когда я уже готов принять какое-то решение на вашем веб-сайте или чего-то сделать, мне надо вот этот последний момент – поддержку. То есть, я не буду это делать, как бы, люди боятся быть на интернет. Я понимаю, что это очень сильное заявление, но вот мы знаем, что, например, когда человек покупает чего-то в онлайн-каталоге, у них поднимается давление, у них сердце бьет быстрее и так далее. То есть, это вызывает физически у нас всякие симптомы, как бы, потому что мы боимся, что, может, это не получим, то, что мы заказали, или, может, кто-то наш имейл там начнет посылать на него всякую фигню и так далее. Так что, нам надо вот именно в этот момент опять поддержку. И вот смотрите, на этом веб-сайте они что-то там продают, и у них, если посмотреть на самой странице, у них там хорошая информация, что можно заплатить с визой и так далее. Но, к сожалению, эти все символы доверки, они не видны. То есть, 85% человек никогда их не увидят, потому что это внизу, в самом низу страницы, и в основном люди только смотрят на верхнюю часть страницы. Но это вот, как бы, плохой пример. А если это, как бы, переделать, как это можно улучшить? Вот, например, вот веб-сайт, тоже PetSmart, они продают всякие продукты для собак, для кошек и так далее. И вот обычно, вот в углу, вот в верхнем углу веб-сайта всегда вот лого компании, так? То есть, попал я в правильное место или нет. Но вот они решили туда поставить, наоборот, вот так называемый hacker safe. Это теперь называется McAfee Secure, ну то есть, что там можно от них покупать, и это все, как бы, безопасно. Так, и свое лого они передвинули, они его сделали побольше, и в центре страницы и так далее. Но сразу ты, как бы, получаешь двойную от них такое понятие, что тут все безопасно, и мы называемся PetSmart. Так, даже если ты не смотришь на страницу, на остальное всю информацию, что нам можно доверить, мы гордимся тем, что у нас все, опять, безопасно, и от нас можно покупать. Я не говорю, что вам надо лого передвинуть в середину, это такой необычный ход, но я просто показываю, что, как можно показать, что можно вам доверить. И вот так же вот на этой странице, и это в каталоге тоже, и вот, пожалуйста, покупайте этот мотоциклистский шлем, и вот тут вот, как раз около этой важной баттон, где покупаешь вот этот шлем, видишь BuySafe и McAfee Secure и так далее, и это все очень близко к месту на страницах, где вы будете, как бы, чего-то делать, нажимать эту кнопку. Понятно? Ну вот, так что, когда уже человек решил, что они чего-то хотят у вас купить, вот именно в этот момент им надо дополнительные, как сказать, показатели того, что это будет все безопасно для них. Так что, показывайте вот методы, ну, как они могут купить, там, на кредитную карту, как долго займет, вот, есть ли у вас этот в каталоге объект час, то есть, когда вы его посылаете, когда они его получат, гарантии, что их информация никак не будет использована для каких-то других целей, и даже если что-то не получится, или они хотят это, как бы, вернуть чего-то, вы должны им давать гарантии и так далее, чтобы они опять чувствовали вот это, чувство безопасности. Так, номер три, это тоже важная такая подпора, вот это, это авторитет. Вот, например, давайте я вам задам вопрос. Вот у вас аппендицит, вот, вас привезли скорой помощью в госпиталь, и вот этот доктор приходит и говорит, вот я сейчас буду ваше тело резать ножом, так? Ну, конечно, выхода тут нет, кто-то будет резать, но вот я надеюсь, что вы со мной согласны, что, ну, вроде бы он такой довольно молодой, то есть, его еще руки не будут трястись, ну, видно, он тоже, в общем, закончил медицинский курс, и достаточно солидный, и мы ему доверяем, так? И, наверное, вы почувствовали так неплохо, то есть, надо сделать эту операцию, ну, вроде бы такой нормальный доктор, да? Ну, вот я вам скажу, это только его, как бы, взгляд, или это его костюм, вы понимаете, что это не настоящий доктор, это просто фотография, которую можно купить там очень дешево на любой stock photography веб-сайте, то есть, мы смотрим только костюм человека, и сразу ему даем, как бы, верим в их авторитет, вот, например, вот, если вот приходишь в суд в Америке, тогда вы видите человека, который одет примерно вот так, и, ну, что это за человек? Ну, я могу сказать, ну, это просто женщина, которая читает какие-то бумаги, ну, потому что она одета в форме, вот, в черной вот этой вот, на кафтане суди, мы ей доверяем. И так же вот с полицией или с другими людьми, которые тоже вот в роли авторитета для нас, если они что-то вот, вот, если этот вот деятель у вас что-то спросит, попросит вас сделать, вы, наверное, с ним согласитесь и сделаете, и не только потому, что у него есть пистолет, а просто потому, что он в роли авторитета. Ну, как это вот использовать для наших целей, как это использовать на онлайн? Ну, вот я вам покажу пример. Вот у нас был клиент, называется Real Age, у них такой вот, они спрашивают вас вопросы, как вы живете свою жизнь, занимаете, какую еду вы едите, там, курите, пьете и так далее, и потом они вам говорят ваш, как бы, настоящий возраст, Real Age, так, то есть это не сколько тебе лет, а как хорошо ты, как бы, поддерживаешь свое тело, то есть ты можешь быть на несколько лет моложе или старше, чем твой настоящий возраст. Ну вот, но они спрашивают довольно такую, как сказать, персональную информацию, так, про твою жизнь, про твое поведение и так далее. И люди не хотят эту информацию им давать. Ну вот мы провели такой тест и использовали вот все, они очень часто попадают там на всякие программы по телевизору и так далее. Ну вот мы добавили вот эти вот, как бы, марки вот этих программ на эту страницу. И те же люди, которые приходили на эту страницу, 40% больше из них заполняли эту форму. Ну вот, так что мы используем, как бы, репутацию вот этих других компаний, хотя многие из вас и я даже не знали про вот эту Real Age компанию, но, может, вы там знаете вот эти большие компании, там новости и так далее, на которых они были. Ну вот, и так же это можно делать с бизнесом. Вот, например, вот это еще один из наших клиентов, и они делают, как сказать, DVD и CD duplication. То есть, если ваша компания хочет там сделать специальные CD с вашей фирменной маркой и так далее, они могут сделать много-много копий. Ну вот, и когда ты попадаешь на эту страницу, вот у них вот эта форма, пожалуйста, сколько вы их хотите и так далее. Ну, в основном, вот место на странице мы заполнили марками их клиентов. Потому что, вот подумайте, если вы хотели, чтобы они вам сделали вот эти диски, и видите, что они работают с огромными компаниями, которые по всему миру знают, тогда ваш как бы внутренний разговор, наверное, примерно такой. О, смотрите, с какими компаниями работают. О, я надеюсь, что они будут работать с моей маленькой-маленькой компанией. Может, это будет все дорого. Вот такие мысли проходят, наверное, в голове. Ну, вопрос, могут они сделать, то есть выполнить вашу работу и сделать для вас диски, наверное, не возникает, потому что это ежу понятно, что если они работают с большими компаниями, конечно, они для вас это все могут тоже сделать. Ну вот, так что мы опять используем вот эти вот марки вот этих других компаний, и этих фирм, чтобы улучшить их репутацию, так? Ну, мы-то вот, иногда люди вот мне задают вопрос, ну, зачем так много? Смотри, у вас их 36, вот этих всяких марков там. Ну, мы попробовали другой тест и уменьшили это на 6, 6 самых больших компаний. И оказалось, что вот это все преимущество 58% лучше исчезло. То есть, чем больше вот этих вот марк, тем лучше. Как же не боитесь их использовать. Вот на нашей странице, если вы пойдете на сайтунерс.ком, вы увидите тоже наши большие клиенты. Там у нас все это в черно-белом и так далее. Это не самая главная информация на странице. Но все-таки она как бы поддерживает то, что если мы работаем как бы с большими компаниями, с вашей по сравнению маленькой, мы, наверное, как-то мы тоже можем работать. Вот еще я вам покажу пример. Вот это в Америке многие люди используют кредитные карточки и иногда попадают в большой долг. И тогда они хотят как бы отделаться от этого долга. И вот эта страница, вот они спрашивают, сколько у вас долгов там и так далее. Мы вам поможем из этой ситуации выйти. Ну и внизу страницы вы видите тоже маленькие всякие там марки от всяких ассоциаций и профессиональных таких, как сказать, фирм, в которых они члены. Ну то есть они хорошо ведут свой бизнес, что они вас не обманут и так далее. Ну вот эта страница неплохая, но мы ее переделали и на 50% улучшили. И вот эта вот новая страница, которую я вам показываю, конечно, форма сама покороче и так далее. Но мы вот эти вот всякие вот марки передвинули сюда вот на правой стороне, чтобы видно лучше. И что я хочу вам сказать, что даже в Америке, я думаю, что вы, наверное, вот их никогда не видели, эти марки. Я их тоже никогда не видел. То есть важно не детали и что это такое, а это как бы важно, что их видно было на странице. То есть почти любая картинка там вам поможет. Это просто даже не знаю, что это такое. Потому что вы как бы говорите, что вот мы очень гордимся, что мы члены вот этих организаций и так далее, и что вы опять можете нам доверять. Окей, вот еще пример. Это у нас клиент в городе Сан-Франциско. Они, вы понимаете, что с этого телефона, что это очень старый пример, но они вот продают телефоны всякие и планы, ну, как сказать, cellular или mobile, и дают там процент доходов организациям, которые помогают всяким людям. Ну, никто их компанию не знает. И вот они спросили нас, вот переделайте вот эту страницу, чтобы у нас она была более эффективной. И вот мы ее переделали, там, конечно, мы несколько разных вещей сразу поменяли, но я хочу вот вам показать вот с этой новой страницы. С правой стороны вот опять марки, вот фирм, которым они дают деньги. Greenpeace, Planned Parenthood, Medicine, Sons Frontiers. Короче, вот в Америке, во всяком случае, многие люди эти организации знают, но никто Credo Mobile, вот эту компанию, не знает. И так что они как бы переводят с этих компаний на себя вот эти вот хорошие чувства, как бы ассоциация есть с компаниями, которые многие люди уважают. Так, ну вот, и как это, я вам покажу, что мы это сделали просто не нечаянно, а очень как бы сознательно. Вот эта вот картинка, это так называемый heap map, где мы используем свой software Attention Wizard, который очень дешевый, вы можете его попробовать, attentionwizard.com. Вы туда вот загружаете картинку и сразу видите, где люди будут смотреть на вашей веб-пейджи. Это вот та часть страницы, которая видна на экране, то есть только вверх страницы. Так, и вот вы видите тут, что по всей странице есть вот интерес как бы. Но, к сожалению, самый большой интерес, вот с левой стороны вот эти две большие там шишки, не знаю, как их назвать, но вот это, там вообще ничего нету. Это просто потому, что люди смотрели вот в угол, где там переход с одного цвета на другой и так далее. Но там информации особенно нету, там пустое просто место. Так, ну вот это мы, и вот эту новую нашу страницу мы очень аккуратно как бы сделали, чтобы люди смотрели на те части страницы, где мы хотели. И вот этот наш Attention Wizard software можно использовать даже не настоящих страниц, а просто картинку, которую вы сделали, там Photoshop и так далее. Ну вот, и мы хотели, чтобы они, конечно, посмотрели на телефон, вот купите наш телефон, переходите на наш план и так далее. И, естественно, на кнопку, которую мы хотим, чтобы они нажали. Но вы видите, вот что тут с правой стороны мы очень аккуратно перевели их, как бы глаз на эту сторону, чтобы они увидели, что эта компания, у нее есть ассоциации вот с этими другими компаниями, которые они уже знают. И за счет этого, вот когда мы переделали вот эту вот страницу, мы увеличили их конверсию на 84%. Ну, довольно простые такие вещи, но вот всегда вот эти всякие марки помогают странице, это однозначно. Окей, так что, если у вас есть какие-то ассоциации с другими компаниями, которые люди уже знают, тогда можно у них, как бы, взайму взять, и я им уже доверяю, и за счет этого я вам буду доверять. Так что, если вы выиграли какие-то там призы, или если у вас знаменитые клиенты, или где-то по телевизору, или у кого-то на важном блоге вас упоминали, и так далее, или ассоциации, в которые вы члены, это все надо показывать на веб-сайт. Окей, ну давайте поговорим про последнюю вот эту вот опору доверия. Я это называю consensus of your peers, то есть поведение, как бы, твоих сотрудников, или людей, которые ведут себя, как ты ведешь. Потому что мы занятые люди, и у нас нету время, как бы, принимать решения, рассматривать всю информацию. Так что мы вот так думаем. Вот смотрите, вот если вы стоите перед клубом, вернее, перед двумя клубами, у одного длинная линия, а один пустой, в который вы пойдете. Ну, наверное, там где линия, потому что там, наверное, поинтереснее, так, все туда идут. То есть это, как бы, нам не надо думать, потому что мы просто смотрим, о, смотрите, вон там толпа, мы туда пойдем, там лучше. А лучше за счет чего? Я не знаю. Наверное, в клубе там пусто, но они там сделали линию снаружи, чтобы казалось, что там более интересно. И это работает за счет того, что мы опять не хотим думать, мы просто хотим short cut, то есть чтобы принимать решения за счет каких-то показателей, которые можно определить очень быстро. Вот, например, вот если я вам сказал, и нам не важно поведение всех людей, нам важно поведение только, как бы, нашей группы. Вот, например, вот эти деятели, они, наверное, не интересуются, нравится вам чего-то или нет. Они бандиты, и они просто, им интересно мнение других бандитов. И так же у вас. Вот, например, вот если вы носите какие-то там красотки, и вам нравится Adidas, а мне нравятся Nike, тогда мы вообще не разговариваем. Или там вы водите такую машину, а мне такие машины не нравятся. То есть у нас, как бы, племена, и все принадлежат одновременно многим племенам, и культурным племенам. Вот мне такая музыка нравится, или такое кино, или я так одеваюсь, или я только с молодыми людьми общаюсь, или только со стариками, и так далее. Все мы делаем эти выборы каждый день. И мы смотрим, как люди вокруг нас себя ведут. И тогда нам, опять, не надо думать, мы просто можем идти с толпой и принимать решения за счет этого автоматически. Ну вот я вам покажу пример, как этим воспользуется онлайн. Вот, например, вот если вы хотите купить вот этот рюкзак, так? Кого мнение вам важно? Ну, наверное, не папина, не мамина, и, наверное, даже не мнение ваших друзей. Ну, конечно, есть мнение человека, который уже купил этот рюкзак. Это, наверное, вам важно. Правда? Ну вот и за счет вот на этой странице, например, можно сразу определить, вот нравится людям этот рюкзак или нет. Прочитать, что они про него думают, и так далее. И сразу это вам показывает, что, о, хороший рюкзак, потому что люди, которые его купили, им нравится. Ну вот, и так что опять, не надо думать. Можно просто идти с толпой, стоять в этой линии и не думать. И не думать гораздо легче, чем думать. Потому что если мы думали весь день сознательно о малейших решениях, мы просто, наверное, с ума сошли. Или вот еще пример. Я вот слушал на веб-сайте таком Pandora. Я не знаю, если это у вас есть, но это онлайн радио. И можно выбирать, какая вам музыка нравится и так далее. И вот с левой стороны у меня было включено вот такое Google SideWiki. И там вот люди, которые были на этом веб-сайте, они могут говорить, что хотят про этот веб-сайт. И я когда сюда прихожу, я сразу эту информацию вижу. Ну вот. И, конечно, вот если я выбираю какое вот онлайн радио слушать, их мнение мне очень важно. То есть это тут толпа, и они что-то там говорят, и я их слушаю. И также вот если я на этой странице и я слушаю вот это радио, я вот подключил это все к Facebook. И они там меня спросили, вот вы хотите, чтобы мы вашу информацию как бы использовали, вашу Facebook информацию использовали, чтобы улучшить ваша как бы ну ваш experience на нашем веб-сайте. Так? Я сказал, конечно, пожалуйста. Ну вот. И вот я слушал музыку, мне вот слушал песню. И что Pandora хочет от меня? Они хотят, чтобы я или купил за 2 доллара вот эту песню, или помог им улучшить то есть за счет рекомендаций, вот нравится мне, не нравится, чтобы они понимали вкус тех людей, которые слушают. И оказывается, что это намного более вероятно, что я там это куплю или порекомендую эту песню, если мои друзья в этом как-то участвуют. И вы видите, вот с левой стороны тут мне показывают, что о, вот мой друг на Facebook тоже любит вот этого певца. Так? И это на меня влияет. И опять, наверное, вот поднимает на несколько процентов вероятно, что я куплю эту песню. Это делается за счет того, что опять, персональное, что это не просто там какой-то человек, а что друг мой, ему нравится эта песня или ей нравится. Вот я давно вот снял вот этот вот кадр вот этой страницы, но я вот хотел новый веб-браузер установить, вот Firefox. Ну вот, и это было несколько недель после того, как его выпустили. и вот я был на этой странице и я увидел просто вещь, которая на меня очень повлияла. Вот посмотрите, полтора миллиарда человек, вернее, половину миллиарда человек за шесть недель уже установили вот этот веб-браузер. Так? Ну теперь вот я думаю, мне его на свой компьютер установить или нет? Ну, конечно, надо, потому что столько людей уже это сделали. Так? Огромная толпа. Так что они используют большие цифры и показать мне, что это популярно. Но кроме того, они одновременно еще используют очень специфичную вещь. Вот смотрите, у них карта мира и на ней они показывают. Я в Германии, когда я снял вот этот кадр. и вот в Европе, там, в Германии, ой, смотрите, вот каждый раз кто-то вот этот браузер дамлодит, они показывают маленькую такую освещенные там точки оранжевые. Так? То есть, вокруг меня вот сейчас сотни людей вот этот браузер тоже начали использовать. Так? Так что огромное количество людей и люди, как я, то есть, в Германии, которые интересуются интернетом в данный момент. Так? Это очень-очень сильная комбинация. Так что вы можете использовать вот эту вот идею. Это Роберт Чилдини в его книжке называет social proof, то есть, показатель, что показатели, что другие люди, как я, тоже это делают. И для этого надо две вещи. Во-первых, надо большие цифры, то есть, смотрите, мы там самые популярные или столько-то людей наш сервис использует и так далее. И что эти люди, как я, что они похожи на меня. Окей? И тогда это на меня будет влиять. Окей, так, хочу вам рассказать чуть-чуть про нашу конференцию. Последние три года у нас было примерно 15 конференций по всему миру. У нас три в Америке каждый год и две в Европе. Называется Conversion Conference. И там мы изучаем все, что связано с Conversion, и там участвуют самые лучшие экспорты со всего мира, которые этим занимаются. И это советую вам разведывать. В этом году осенью будет в Лондоне по-английски или в Германии по-немецки, Дусселдорф в Германии. Или приезжайте в Америку, будьте моими гостями. Если вы, я думаю, что по-русски мне будет трудно это делать, но если вас интересуют наши сервисы, пожалуйста, приходите на наш веб-сайт, там посмотрите, и мы делаем так называемый экспресс-ревью. Это мы будем рассматривать вашу страницу и ставить вам диагноз и говорить, что там у вас как бы почему ваши конверсии могут быть получше. Если это довольно дешевый сервис и первые пять человек, которые будут упоминать, извините, тут не e-commerce Brazil, а просто упоминайте вот этот вебинар, который мы слушаем онлайн, этот семинар, и тогда я сам его лично буду вести. Ну окей, ну вот сейчас у нас есть вроде бы время для вопросов, так что перебрасываю вам обратно. Я не знаю, Марина там. Да, Дима, это Марина. Большое спасибо за интересный доклад. Вот уже есть один вопрос, слушатель спрашивает, показать лого компании на сайте клиентов неплохо, но откуда возникает автоматическое доверие, ведь такие логотипы марки компании можно скачать и поставить у себя, прямых отсылок к контактам отзывам нет. Ну, вы, конечно, должны работать с этой компанией, то есть не просто их лого использовать на своей веб-сайте, так что люди знают большие компании, они им доверяют, и как бы это переводится на вас, на вашу компанию за счет того, что вы с ними работаете, то есть если они вас уже выбрали, это значит, что риск, что у меня с вами будет какое-то плохие отношения, уменьшается значительно, и если у вас много известных клиентов, это мне показывает, что у вас солидная компания. Так, следующий вопрос, спасибо. стоит ли ставить отзывы на лейдинг пейдж, занимаемся консалтингом, даем бесплатно курс предпринимателям в обмен на имейл. Конечно, это важно, важно, если вы от меня чего-то просите, вы мне должны до этого заранее дать больше, то есть это как бы спросите у меня минимум информации, и давайте мне максимум того, что мне интересно и в мою пользу. Так что если вы просите просто имейл и хотите мне дать какую-то хорошую информацию, это не займет у меня много времени, но если вы хотите, чтобы я заполнил очень длинную форму, например, тогда вам надо придумать чего-то, чтобы мне хотелось провести столько времени, вернее, потратить на это столько времени и так далее, то есть тем больше вы от меня просите, тем больше вы мне должны давать в обмен. Так что мы советуем когда в форуме спрашивать минимум информации. Иногда если вы даете консультацию, там надо имейл, чтобы с ними можно связаться, но если вы им даете какую-то информацию, тогда мы часто рекомендуем, что даже имейл не надо спрашивать, просто давайте им информацию, это даунлоуд и так далее, потом они сами, когда они готовы, с вами свяжутся. Спасибо. Следующий вопрос тоже связан с использованием лога. Нужно ли спрашивать разрешение у компаний, когда составишь их лога на свой сайт? Окей, ну я не знаю, в России наверное там другие понятия, но наш подход всегда, что лучше спрашивайте их, как сказать, ну, мы обычно это делаем без разрешения, то есть если у вас действительно вы ведете бизнес этой компании и у вас никто не запрещает использовать их марку, мы ее используем. В редком случае, когда они к вам обратятся и попросят эту марку со страницы, как сказать, ну, не используйте их марку, тогда пожалуйста, снимите одну эту марку, но остальные оставьте. Спасибо. Следующий вопрос, есть ли на сайте конкретные места для размещения графических элементов, которые сразу максимально заинтересуют пользователя? Ну, в основном это в середине, чуть-чуть кверху и чуть-чуть налево, это самое такое интересное место на странице, независимо от того, что на странице, но вообще вот эти всякие графические элементы, их надо лучше от них вообще отделаться, чтобы вот call to action, я не знаю, вы можете перевести call to action, то есть да, вот это главное действие, оно должно быть как бы заметно не потому, что оно более интересное, чем все остальное, а потому, что страница вокруг нее довольно такая тихая, и из этой тишины это действие встает очевидно, то есть надо иметь тихую страницу без всяких отвлечений, и тогда вот это действие будет виднее, не надо конкурировать с другими элементами на странице, как будто все кричат одновременно, и я погромче кричу. Еще один вопрос, какая вы считаете оптимальная интеграция социальных сетей с сайтом? В каком смысле, я не знаю, если я понял правильный вопрос. Честно говоря, я сама не до конца поняла. Пожалуйста, там напишите дополнительную информацию, пока мы другой вопрос ответим. Тогда следующий вопрос. Attention Wizard собирает статистику только от англоязычных пользователей? Нет, это никак не связано с языком, это связано как наш мозг переваривает информацию про мир, то есть что он видит. Мы знаем, например, что люди очень смотрят на движение быстро и так далее, или на цвета, или на линии, которые под 45 градусов линии и так далее. И вот эти примитивные все элементы мы понимаем, мы можем предсказать, где они будут смотреть за первые несколько секунд на странице. Так что это не то, что мы следим за ними глазами, но мы просто знаем, как мозг работает и можем это заранее предсказать. Так что это несознательная реакция на страницу, то есть никто не читает текст, не интересует на каком это языке и так далее. Это просто как будто вы смотрите в окно и что там интересного. Это более примитивная часть мозга. Спасибо. Следующий вопрос. Есть ли необходимость показать на сайте номер телефона, офлайн канал связи на странице покупки и что-то в этом роде, чтобы дать ощущение, что о клиенте позаботится в любую минуту? Это действительно так. Если кто-то с вами хочет связаться или заплатить вам деньги, почему бы по телефону не взять их деньги? То есть если им удобнее с вами чат или по телефону поговорить, если они не уверены, если ваш веб-сайт их не уговорил, если они не готовы это сделать просто на веб-сайте, тогда обязательно надо иметь это. И даже если людям этим не воспользуются, например, мы работаем с компаниями, они хотят leads, если вы можете перевести, то есть это не чтобы не вы что-то у них купили, а просто заполнили форму. И они боятся, что если они телефон свой покажут на странице, то люди будут звонить и приставать к ним и так далее. На самом деле очень часто получается, что намного больше людей заполнивают эту форму и никто по телефону не звонит. Но сам факт, что телефон присутствует говорит им, что опять вы более солидные компании, что вы готовы, если они к вам обратятся по телефону, с ними поговорить. Спасибо. Следующий вопрос. Можешь ли показать какие-то современные сайты, которые с твоей точки зрения отличные? Какие последние тенденции нужно учитывать при создании нового сайта? Ну, это очень широкий вопрос. Я бы сказал, что легче найти примеры плохих, но я надеюсь, что мы свою неплохо сделали, мы недавно ее переделали. Но примеры это зависит от вашей индустрии, чем вы конкретно занимаетесь и так далее. Это очень широкий вопрос, не все подходящее для любой ситуации. Спасибо. Следующий вопрос тоже связан немного с этим. Идеальная структура лендинг пейдж, насколько важно начинать с вопросов, затрагивающих проблему клиента, какие элементы, блоки необходимы, и какие сейчас тенденции? Ну, если говорить конкретно о не веб-сайте, а отдельном лендинг пейдж, тогда очень важной самой главной на странице это титул, то есть это про что ваша страница. Надо иметь предложение там или заголовок, который говорит мне, что это такое, это важно. И опять я повторяю, что вот это вот страница должен быть довольно чистой, то есть это единственная часть страницы, которая заманивает ваш глаз, остальное должно быть так сказать потише. и зависимо от какой у вас страница, в основном я бы сказал для многих страниц надо иметь меньше информации, то есть если нужна дополнительная информация, это там вот прочитайте дополнительные детали, кликните вот тут и так далее. Нельзя иметь страницы, которые расчетуют на то, что человек всю информацию прочитает, потому что мы все заняты и никто на интернете ничего не читает. Спасибо. Следующий тоже интересный вопрос, стоит ли использовать несколько фото владельцев компании на сайте и вообще стоит ли использовать фотографии людей? Да, это хороший вопрос, если владелец компании, и вот например мы используем мою морду на нашей веб-сайте, потому что я довольно часто выступаю и меня уже люди знают, так что если связано с нашей компанией, они наверное нашли нас за счет то, что видят вот эту фотографию, если вы пойдете на наш веб-сайт, вы видите, что именно вот эту фотографию мы используем везде, на веб-сайте, на социал-миди и так далее, и это помогает людям, как бы привыкнули, что видят мое лицо, и они приходят на наш веб-сайт. Если это лицо никак не связано с компанией, если вы просто используете фотографии улыбающие какой-то модели, я бы очень аккуратно обращался с этим, потому что у нас есть специальная часть мозга нашего, которая узнает лица и получает от них информацию, она работает примерно в два раза быстрее, чем все остальное, то есть если мы увидим дерево, мы в два раза быстрее узнаем человека, чем дерево, которое около него, и мы будем смотреть на лица, потому что они передают очень важную информацию, то есть довольно примитивную, например, ты мне нравишься, ты красивая, или мы будем с тобой сейчас драться, или мне надо убежать, или я тебя съем, вот такие примитивные возникают импульсы внутри нас, так что мы будем рассматривать лица, мы всегда будем на них смотреть, так что если вы их не используете для какой-то цели, если это не поддерживает ваш call to action, тогда это очень опасно, потому что я буду тратить свое время, смотреть на это лицо, а не на вашу информацию. Спасибо. Следующий вопрос тоже связан с изображениями, что лучше работает, тематическая картинка или видео. Это тоже неоднозначный ответ. Видео часто очень помогает, но как вы его используете, это важнее, чем присутствие или отсутствие видео. То есть если вы сделаете на странице сразу огромное видео, я только туда пришел, и оно начинает автоматически играть, это я считаю плохой прием. А если вы покажете маленькое видео, как на Facebook, например, и тогда нажимаешь на кнопку, и тогда на весь экран видишь хорошее интересное видео, тогда это может быть полезно. Я советую, что видео на интернет должно быть очень короткие, 30 секунд, 1 минута и так далее. и важнее, чем присутствие видео, это что видео, актриса, какие слова люди говорят и так далее, и показывайте это видео людям, которые приходят второй раз на ваш веб-сайт или нет, и так далее. Все эти детали, они важнее, чем присутствие или отсутствие видео. Спасибо. Следующий вопрос от слушателя. Как получить доверие посетителей, если компания молодая, еще не раскрученная и нет хороших партнеров? Это сложно. Я бы сказал из этих четырех вещей, про которые я говорил, самое важное в этом случае это как вы выглядите, то есть профессионализм самого веб-сайта или страницы. Остальное со временем вы можете добавить, когда это имеет смысл. Но сначала просто профессионализм веб-сайта должен быть на очень высоком уровне. Спасибо. Следующий вопрос. Как происходит верификация сайта сервисами типа Hack Security? Повторите, пожалуйста. Как происходит процесс верификации сайта? сервисами типа Hack Security? Детали я не знаю, но опять не важно конкретно, что они даже делают. Некоторые вот это, например, в Америке McAfee Secure, они проверяют, что там ваш веб-сервер secure. Но конкретно какая-то этого польза, я не знаю. Но когда люди видят вот эту саму марку McAfee Secure, важно, что вы ее добавили на страницу, а не что конкретно этот сервис для вас делает. Это опять какой-то показатель, что вам можно доверять. Так что детали не важны, но важно использовать самую марку, которую все люди узнают. Не используйте какую-то второстепенную марку, которую тогда я думаю, вот я узнаю ее или нет. А потом второстепенно я думаю, доверяю я ей или нет. Понимаете? Так что надо использовать марку, которую все уже знают. Спасибо. Следующий вопрос. Насколько сильно влияет на конверсию прямое обращение сделать что-то на сайте, например, пользователя, когда что-то просят сделать? Как это влияет? Ну, на любой странице должно быть такое обращение. Например, на нашей странице, сейчас я вам покажу, независимо где вы, если вы перейдете на нашу страницу, вы видите, что у нас наверху всегда put us to work, вот такая кнопка, и всегда вы можете нас застать. Даже если сама страница, на ней просто информация, и она для navigation, то есть мы хотели, чтобы вы кликнули там чего-то, но всегда на каждой странице есть вот эта вот кнопка наверху. Слушатели очень заинтересовало Attention Wizard, спрашивают, сколько это стоит воспользоваться услугами. Ну, очень дешево. Я не знаю, как по-русски копейку нельзя сказать, но один американский цент. Вы можете попробовать 10 вот этих хитмапс сделать за один цент, и потом это примерно 27 долларов в месяц за 10 штук. Так что направляю вас туда, в Attention Wizard веб-сайт. Алло? Да-да-да, вот сейчас я смотрю, вопросов очень много. Что вы будете делать, если заказчик решительно настаивает именно на его варианте расположения информации на сайте и его видение полностью противоречит вашим рекомендациям? Ну, тогда обычно они не наш клиент, мы это довольно рано определяем, если они слушают наши советы и так далее. Но я бы сказал, что если достаточно трафика направлено на эту лендинг-пейдж или веб-сайт, тогда можно попробовать просто параллельно несколько вариантов. Так что если они хотят включить свои идеи тоже в этот тест, ради бога, но потом если окажется, что их вариант хуже, тогда все, тогда никто не может противоречить, потому что наша версия намного лучше. Спасибо. Так как у нас уже почти 10 часов, даже уже начало 11-го, вопросов очень много, зададим еще 2-3, и тогда, наверное, будем заканчивать. Вопрос такой, как сильно отличается аудитория интернета в разных странах, интересует Германия и Америка? Ну, если конкретно говорить Германии, они всего боятся, они боятся, что их личную информацию будут использовать, они боятся покупать онлайн и так далее. В Америке все это довольно открыто, и люди share информацию намного больше, они обмениваются информацией, они не боятся, что за ними следят и так далее. Например, в Германии, когда Google сделал свой street view, видно, вот они приезжали с машинами на улице и фотографировали все здания. В Германии там был закон, и люди имели право снять свой дом с street view. И за несколько месяцев четверть миллиона немецких семей это сделали, потому что они боялись, что, например, за ними прям наблюдают, что кто-то с видеокамерой смотрит на их дом 24 часа в день. Совсем это по-другому у них подход к таким делам. В других странах, например, если вы покупаете чего-то онлайн, они используют другие методы продажи. Вот в Америке очень принято использовать кредитные карточки, а в других странах, например, в Германии или в Бразилии, там они боятся, что кто-то их информацию неправильно будет использовать, так что у них механизмы для покупки другие. Спасибо. Еще один вопрос, вот если на сайте очень дорогие вещи, какие call to action можно использовать? Если дорогие, тогда невероятно, что они купят пианино или яхту, это они будут покупать на веб-сайте, что надо с ними просто начать контакт, начать связь, так что минимум надо получить я думаю их имейл, чтобы можно с ними обмениваться информацией. И тогда со временем используя имейл маркетинг, как бы превратить их клиентов в конце концов, но это может займет несколько месяцев, и я думаю, что получить их имейл и давать им хорошую информацию, чтобы они вам доверяли это вот начало вот этого процесса. И последний, наверное, вопрос. Слушатель спрашивает, когда выйдет второе издание книги на русском? На русском я не знаю, но по-английски оно вот в апреле вот вышло. По-руссски это вот каждый, как сказать, publisher, они делают перевод, когда им удобно, так что это русская компания запросила и перевела мое первое издание на русский, но это нет гарантии, что второе вообще это сделает, со вторым изданием это сделает. но будем надеяться, что второе издание книги все-таки появится. Наши слушатели смогут прочитать. Спасибо большое за интересный доклад. Спасибо, что вы так поздно меня слушали и надеюсь, что мы русские там наполовину поняли. Все было прекрасно, спасибо. Большое спасибо Тиму, большое спасибо нашим слушателям. Напоследок будем благодарны за ваши отзывы о сегодняшнем мероприятии. Уверены, что среди наших слушателей были потенциальные докладчики для следующих наших мероприятий, возможно были потенциальные информационные спонсоры. Пишите, обращайтесь к нам в редакцию SEO News или в компанию WebGalactic. Следите за обновлениями на сайтах организаторов и semonline.ru. Ближайший вебинар состоится в октябре 2012 года. На сегодня программа семинара закончена. Будем рады увидеть вас на наших последующих мероприятиях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok